В 1965-1968 году у нас авиационная техника, транспортная техника была очень слабо развита. И поэтому пошла вот эта вот аппаратура для того, чтобы транспортную авиацию развить. Использовалось это оборудование прежде всего в десантировании. Рыбинский завод – первый и единственный на то время, который смог предложить такую аппаратуру. Владимир Артемов – ветеран предприятия, почетный радист, работал в конструкторском бюро более 40 лет. Основные направления работы – авиационное, радионавигационное оборудование. Последняя аппаратура 11К6, она устанавливалась на самолеты, которые потом впоследствии экспортировались в Китай. Начав с производства простейших электроизмерительных приборов, завод в результате совершенствования технологий, модернизация производства освоил выпуск радиолокационного оборудования и изделий аэрокосмического назначения. Рыбинский завод приборостроения являлся главным поставщиком пультов операторов для Центра управления полетами в Звездном, обеспечивая связь космонавтов с Землей. Привет, дочь. А ты где? На небе? Точно, на небе. Рыбинский завод приборостроения – страницы истории и заглавными буквами «Приборостроитель» – так назвали книгу. И не случайно, ведь самое главное в ней не продукция, а люди, которые творили эпоху. Если одним словом характеризовать коллектив Рыбинского завода приборостроения, то у этого коллектива есть душа. Вот это самое слово, которое я могу сказать, потому что это не просто профессионалы собрались на этом заводе и работают. Это одна большая трудовая семья. Вся она в лицах смотрит на читателя со страниц объемного тома. Более тысячи фотографий. Из архива предприятия – личных архивов приборостроителей. Отличительные особенности здания – воспоминания его ветеранов. И к людям на места выходили, в цехах, отделах беседовали с ними. Когда книга была уже почти на финише, потребовалось дополнить ее воспоминаниями. Обратились с просьбой к нашим бывшим работникам и в самые сжатые сроки получили прекрасные воспоминания. 13 томов уже передали в дар в Рыбинской библиотеке, в том числе библиотечный информационный центр «Радуга», где и проходила презентация. Авторы книги награждены золотым корпоративным знаком за заслуги в приборостроении. Я скорее заинтересован в том, чтобы эта книга оказалась в коллекции Рыбинского музея, потому что правильно говорили, история всех наших заводов, особенно в 20 веке, это основа для истории нашего города. Тем временем родное предприятие приборостроители продолжают прославлять не только в делах, но и в стихах. Был не раз в истории новый поворот. Времена меняются, РЗП живет. Пусть успех сопутствует новым начинаниям и на всю Россию славится завод. Юлия Михайловичева, Сергей Гордиенко. День в событиях.